Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Батук1. Новая партия 5 Данфокс. Я играю черными. Так, что не Рансей? Да, не Рансей. Ну и тогда я буду вторгаться. То есть начало такой же, как в прошлой партии, но здесь уже оппонент ставит стенку в нормальную сторону. Ну, как бы в более логичную, так скажем. О! Такой ход первый раз вил. Так. Не понял, а как мне играть? Вытянуться? Ну, видимо, вытянуться, да. По-моему, это единственный ход. А, это он так тент перехватил и так... Ага. И сделал крепкую форму, на которую нельзя надавить. И такой Сан Рансей. Интересно. Я такого не встречал. И теперь, получается, мне нет смысла сюда играть, потому что он отвечать на это не будет. Интересно. Ну, тогда, получается, мне, наверное, надо прилипать в С4 или просто уже вторгаться в С6. Или как-нибудь вторгаться под этот камень. Я других вариантов не вижу. Ну, давайте, наверное, я прилипну сюда. Ну, да. Понятное дело, он будет играть так. Ага. И он увеличивает свою стенку. Ну, он, наверное, сыграет П3. Или Ф3. Ф3, да? Да, Ф3. Или он может играть уже Какари. Так, не то нажал. Да, вот он играет Какари. Ну, честно говоря... У меня такое впечатление, то, что я могу сыграть Тенуки. Давайте я сыграю какой-нибудь такой ход, потому что у меня есть два угла. Если я его немного придавлю... А, он играет здесь, да? Ну, давайте я тогда прилипну. И, по-моему, мой камень дает мне лесенку, поэтому, если он сыграет Хана, я могу порезать. Так, он отодвигается. То есть, я могу поставить Атари. Ну, да нет, я могу просто спуститься. Потому что, если я поставлю Атари, он тоже поставит Атари. Ну, я спускаюсь, он теперь может играть L7, L17, то есть, я теперь как-нибудь буду выпрыгивать. Вот, соответственно, надо понять, какой из пяти ходов мне нужно играть. То есть, такой-такой, такой-такой или такой. Так, я сюда, у Атари, я выхожу. У Атари, я выхожу. Я сюда, у Хана. Я пустой треугольник. Ой, блин, как мне играть-то теперь? Ладно, давайте так сыграем. Не факт, что это правильный вариант. Но хоть что-то. Потому что, иначе, я мог бы тут до следующего дня все это думать. Ну, кстати, белый, по-моему, ошибся, то, что он до того, как здесь вытянулся, то, что он не сыграл Q17. Я думаю, это большая ошибка. Так. Так. Так, я не понял. Этот ход как-то намекает, что меня можно перехватить, да? То есть, если я играю какой-нибудь Хана, он прилипает в Аль-14, я соединяюсь, он играет сюда, и, по-моему, я никуда не смогу убежать. Вот, соответственно, мне нужно, наверное, играть по форме К-14. Бамбу я в прошлой партии уже играл, но здесь К-14 не такая уж проблема, потому что, если он сюда просигналит, я без проблем соединюсь, этот камень ему немногое даст. Поэтому здесь можно просто играть сюда. Но он, наверное, сразу сюда и сыграет, в Аль-13. Хотя, может, он просто как Ари сыграет. Либо он может быть вот как-то... Ага, вот он вытягивается, здесь я сыграю Бамбу, конечно же. То есть, он начал разделяющую атаку. Но, да, то, о чем я говорил, но, но... Во-первых, вот эта его группа еще не сильная, поэтому я сейчас побегу. Она тоже должна будет бежать в этом районе. Она, типа, меня атакует, но на самом деле у меня крепко все. Вот. И теперь, ну, странно, что Белый задумался, просто он тут должен добавить ход справа. Если он не добавит ход справа, то у меня будет контроль над борьбой в этом секторе. Это большая ошибка. Это перебор. Это оверплей. Он совершенно не с той стороны сыграл. То есть, я могу здесь просто вытянуться. Он сейчас по форме, наверное, сыграет Ай-15. Это очень плохой ход К-11. Это неправильно. Он должен был просто играть отсюда. Да, вот он играет по форме. Дальше я могу просто сыграть Хана. И таким образом я его ход уже отрезал. Это бред какой-то. Я вот не понимаю, вот к чему вообще этот ход был. Вот. На что он опирается? Какая в нем логика? Что у него было в голове вообще? То есть, я вот не понимаю. И дальше он продолжает вот этот бред играть. Ну, это же даже не режется. Я вот не понимаю, что он делает. Зачем? Он мне дарит, что ли, свою группу справа? Ну, а дальше что? Друзья, ну, это какой-то полный бред. Потому что, во-первых, я его группу справа сейчас скушаю. Ну, во-вторых, я его группу в центре даже сейчас скушаю. Потому что у меня супер мощная форма. Как ему играть? Ну, очевидно, очень слабый оппонент у меня. Лесенька здесь за меня. Поэтому я его тупо вот так буду резать. И в любой секунд я могу походить по 11, и все эти камни умирают. Вот он начал играть сюда, и в принципе, ну, как бы глобально я могу поставить от Арика 13, и если он соединяется, то я спокойно выйду. Вот. Наверное, я так сейчас и поступлю. Либо я могу просто начать убегать, потому что лесенка в любом случае за меня, либо я могу поставить от Арики с этой стороны. давайте мне интересно, вот если я выйду, он сыграет Гету, а он не играет Гету? И что? Лесеньки все равно за меня. Он хочет сюда что ли играть? Так я все равно убью его группу. Ой, очень странно играет мой оппонент. Сложно его понять, потому что я могу здесь все равно вставить этот Атари, он соединится, и дальше он попадет под шквал сейчас форсированных ходов. А, он испугался, тогда я здесь пробью, конечно. Но он, видимо, хочет поставить Атари. А, он так играет? Я тогда сыграю здесь Хана. Ну, я тогда сюда. Вот очень интересно, как он здесь хочет выживать теперь. Ну, задумался оппонент. То есть, вот эти камни у него, скорее всего, умирают. И вот эта группа под атакой, и причем, скорее всего, я ее тоже убью. Ну, как бы, конечно, это звучит очень оптимистично. И плюс здесь я могу всегда выжать на левой стороне. Плюс я могу еще играть аж 12. То есть, он сейчас не может играть какой-нибудь Тануки. Скорее всего, он поставит Атари. А, он начал спасать эту группу. Это, по-моему, вершина тупизны. То есть, я сейчас просто буду прилипать. Ну, так ему надо Хана играть, по идее. Правильно? Если он ее спасает. Да, вот он играет Хана. Ну, очень странно. Он выталкивает меня на убийство вот этой группы. Что он теперь сыграет? Арт-13 какой-нибудь или еще раз вытянется? Да, теперь он играет Арт-13. Очень странно. Конечно, я теперь буду добивать его группу. Как ты хочешь жить? Я не понимаю, что-то тебя. Так, ну, это Гота. Я могу здесь просто Атари поставить сразу. Задумался оппонент. Ну, на Атари я, конечно, отвечу. А, он все-таки отдает мимити камни? Центральный, да? Ну, нет. Я Атари все равно здесь ставлю. Он соединился. И дальше... Что мне делать? Как мне все скушать? И надо ли мне все кушать? Я думаю, надо. Я просто могу играть Ар-8. Ну, давайте попробуем такой ход. Как он будет отвечать? И... Ну, так же... Ну, так же... Так, он надавил Соответственно Я тут обязан играть Хана Он сейчас сыграет по 7 Я подвинусь, скорее всего Или он хочет вкинуть Ну, на по 7 я, конечно, подвинусь Он теперь должен выходить Я тогда доем, наверное Ну, я могу сперва здесь сыграть Забить ему степень Если он побежит То я просто поймаю И вроде бы у него не хватает степеней Чтобы играть какой-нибудь с Амией Так, вот он сюда То есть, что мне здесь угрожает? Да ничего мне не угрожает Я думаю, мой оппонент умер Таким примитивным образом сам У него один глаз сила У меня тоже один глаз Но я как бы уверен, что я его скушаю Да, он должен вкидывать И теперь, соответственно, я должен соединяться И дальше что? Атари, Атари, прыжок Ничего это ему не даст Просто Атари, я соединюсь То есть, это не проблема Ему нужно как-то ставить Атари Я соединюсь Ставить еще раз Атари Но я еще раз соединюсь Он просто У него не хватает степеней У него умирает вся эта группа Поэтому ему нужно просто Закрывать мою теперь слева Если он не хочет сдаваться Вот здесь Но здесь он, скорее всего, выживает справа Но то, что одна из этих групп умерла Это вполне логично Но это бессмысленный ход Просто тайм судьи или что Я не знаю Но в этом нет смысла в этих ходах В этом все равно нет смысла Ну, что эстимейтер говорит? Что у меня плюс 70 То есть, мой оппонент просто дурачится Вот, он играет здесь Чтобы поставить двойной Атари Соответственно, я просто сыграю сюда И как ему теперь играть? Ну, он забивает мне степень Я вкидываю Он пробивает Я ставлю Атари Он соединяется Я просто его убью Ну Ну, это очевидно, что я тебя убью И здесь я могу еще ткнуться Чтобы у меня было разрезание И степеней у меня больше, чем 3 Тем более, это Ну, нет То, что это группа с глазом Против группа без глаза Это не имеет значения Да, вот он соединился Ну, дальше я просто прилипну И выживу слева Это невозможно убить Такое прилипание Ну, теперь я отрезал Вот эти камни Даже если он убьет угол Мне как бы не жалко этот угол Потому что я уже выигрываю очень много Мне просто нужна какая-то живая группа в центре Ну, вернее, что я убью Ну, ему надо, чтобы убить, играть какой-нибудь Б8 сейчас. Ну, по-моему, он неправильно убивает. Я здесь могу сыграть такой ход. Ну, теперь я могу просто подняться. Это Сенте. Ну, как бы все, я уже выжил. Потому что я либо вот эти камни скушаю сейчас, либо вот эти камни скушаю. То есть, это все не работает, то, что он играет. Потому что вот этот мой ход является Сенте. И дальше я просто отрежу его четыре камня. И все. Он может убить угол, но это ему не хватит. Ну, да, вот он сдался. Молодец. Ну, в общем, на самом деле он совершенно проиграл по делу. Потому что он, по-моему, нарушил все законы атаки в этой партии. Играл очень странные ходы. Вообще очень странно то, что у него пятый дан. Давайте разбирать партию. Да, давайте смотреть. Значит, я играл черными. Тоже не Рансей, как в прошлый раз. Но исключение, то есть, не исключение, а в прошлой партии оппонент почему-то сыграл стенку в другую сторону. Здесь более такая логичная схема. И ход, который я никогда не видел. Но здесь, конечно, мне надо вытягиваться. То есть, я вытянулся. Он сыграл Сан Рансей. Вот. И, в принципе, программа говорит то, что это забил их не очень хорошо. Я прилип. Вот. И он сыграл Ханы. Я сюда. Он сюда. Я выжил в углу. И он играет вместо того, чтобы додавить. То есть, обычно здесь надо как бы добавить Ханы. Вот что-то здесь такое происходит. Да. То есть, белый же хочет уплотниться. Вот. Мой оппонент играет Тенуки. Вот это было для меня странно. Обычно, когда мы играем Сан Рансей, мы как бы хотим свою плотность развивать. Вот. Поэтому я сразу играю такой ход. Ну, как бы ход, конечно, очень борзый. Но, типа, я этим ходом говорю ему то, что ничего у тебя не получится. Потому что я уже два угла забрал, и твой Сан Рансей уже притушил вот этим ходом. Ну, окей. Он играет сюда. Здесь дальше я играю. Имею право сыграть такой ход. Потому что здесь я могу спуститься, и лесенка идет за меня. Вот. Соответственно, он здесь вытягивается. Я долго думал, как тут ответить. Я был прав. То есть, Билл должен был успеть сделать вот этот обмен. Это очень большой ход. Если он прилипает в Сан-Сан. Но он не отвечает. И даже здесь программа говорит то, что черному нужно было играть от Сан-Сана. И не бояться того, что Билла здесь захватит. То есть, это как-то медленно все. Ладно. То есть, я здесь ошибся. Я сыграл сюда. Он Хана. Я прыжок. Он играет по Стигра. Я первый играю здесь. То есть, я сыграл правильно. Но программа говорит, что надо не прилипать, а играть просто Касуми. То есть, ну, окей. Я прилип. Он сюда. Я отодвинулся. Он сыграл такой ход. Вот. И теперь, если я сыграю куда-нибудь сюда, он просто ловит мою группу вот так. Мою двушку. То есть, я соединюсь. Он ловит ее так. Я не могу убежать. Ну, соответственно, если я играю Хану. Он просто играет сюда. Я отарю. Он пробьет. Но он тогда соединится. Вот. Ну, для программы это не проблема. Но, тем не менее, я был прав. То, что мне нельзя играть Тануки. Я решил здесь добавить ход. Он вытянулся. Я соединился. Вот. И дальше он начал как бы атаковать. Я здесь смело прыгнул. Тут любой ход мог сыграть. Но я прыгнул сюда, чтобы был какой-то эффект на правую сторону. И мой оппонент дальше, он совершенно играет не то. То есть, ну, понятное дело, такой прыжок, как программа говорит. Понятное дело, такой прыжок. Но то, что он сыграл сюда, это полный бред. Потому что этот камень не соединен ни с этой группой, ни с этой группой. Ни с чем не соединен. То есть, он начинает строить новую группу. И здесь, конечно, черный должен наказывать белого за это. Поэтому я играю вот такие ходы и режу. Он прилипает. Я играю Ханна. То есть, это нельзя порезать. Атари. Он ставит Атари. Я пробиваю. И он еще здесь режет. Вот это еще больший бред. То есть, я вытягиваюсь. Он играет сюда. Я это сразу режу. Он сюда. Я выхожу. Я думал, что он будет это сжимать. Но он просто вышел и подвинулся. Я тут ставлю Атари. Если бы он соединился, у меня были бы какие-то форсированные ходы. И форма у него не очень хорошая. Я бы в какой-то момент отпрыгнул. Он бы шел. Ну, как бы здесь была бы борьба. Просто рисунок борьбы был бы другой. Вот. Это проверочный ход. Значит, он сюда. Я пробил сразу. Он сыграл Ханна. И все. Я начал туда. И мой оппонент еще меня удивил. То, что он вот эти Атари не вставлял. Очень странно. Он отпрыгнул. Я сюда. Он сюда. Я Касуми. То есть, он хочет выжить. Ну, тут форсированные ходы. И дальше я дожимаю все это, конечно. Здесь, если я буду продолжать какую-нибудь гейму, то мне показалось, что он вот так может соединиться. Там, велико борьба или что-то. Поэтому я сыграл просто прочно. Он сыграл такой ход. Ну, и здесь, на самом деле, он уже умер. То есть, здесь ничего уже не работает. И более того, его группа не может убежать. Поэтому, ну, дальше, как бы, понятное дело, то, что ничего не могло измениться. И даже если бы моя группа здесь умерла, все равно то, что я убил вот эту большую группу, это очень много. Но мою группу он еще и не смог убить, потому что здесь, как бы, я мог порезать. Это очень просто считается. Если я хожу, отрезаю, он просто ставит атари. Соответственно, мне нужно найти ход, который этот атари сведет на нет. Поэтому я сперва режу. Вот, он же не хочет мне, как бы, подарить камень, да? То есть, там, если он атари, я сюда, он выйдет, я могу сюда походить. Он сыграет ханы, допустим. То я могу сыграть здесь ханы, он атари, я атари. А, ну нет, так он меня поймает в лесенку. Что-то я не то показал. Я мог соединиться. Вот. Если он соединяется, то за меня вот этот ход сента, он не может играть ханы. Да, что-то я перемудрил. Вот. Именно поэтому вот после этого хода уже может белый сдаваться, потому что черный выжил. Соответственно, давайте мотать назад и найдем, где мой оппонент грубо ошибся. То есть, вся эта история вот с этой группой, это была очень плохая идея. Все, начинаем вот с этого хода. Давайте мотать еще назад. То есть, блин, было стандартная позиция была, да? Он играет здесь, я прилипаю. Он играет ханы, я режу, он отодвигается, я спускаюсь. Ему надо действительно было прилипать. Он сюда, я подвинулся. Он ханы, я прыгнул, он зафиксировался, я прилип. То есть, сейчас еще партия равная. Дальше я здесь ответил и началась вот эта вот атака. Но программа говорит то, что у белого нет... Короче, белый не может атаковать, потому что... Эффективно, потому что у белого нет каких-то камней. Ну, здесь обязательно как бы бамбу играть. И потом здесь я убегаю. И вот этот ход, просто, ну, непонятно какой-то ход. Ну, как-то очень резко проценты ломаются у белого. То есть, вот буквально одним ходом, да? То есть, у него было примерно 40. Хопа, он делает ошибку на 17. У него остается 25. Я соединяюсь, у него там вот 26,5. Он делает еще маленькую ошибку. Уже примерно 80 на 20. Я выпрыгиваю, и дальше он делает еще одну ошибку. То есть, теперь уже 85 на 15 примерно. Потом здесь мы отыгрываем так. И после вот этого маневра, когда он поставил совершенно неправильно Атари, то есть, конечно, я ожидал того, что он поставит здесь Атари и будет убегать. А он вместо этого поставил Атари с другой стороны. Я пробил, и уже как бы 98% показывает программу. И дальше он еще умудрился всей этой группой умереть. Совершенно я не понял его оптимизма по поводу того, что вот на этом этапе он начинает спасать вот эту группу. Вот это я не понял. Почему он не боролся от этой группы с центром, вот это непонятно для меня. Ну окей, короче, такой странный какой-то оппонент попался. Я думаю, поучительная будет партия. Очень нагло он играл, и я его смог наказать. Спасибо за внимание и до новых встреч.